Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, партнеры. Мы просим извинения, приносим наши за то, что мы не смогли своевременно начать. Но я лично не подозревала, что объем этих фотографий будет настолько большой, что мы не сможем загрузить наши слайды. Но все-таки нам удалось в полном объеме загрузить слайды в комнату Ани-4, и мы начинаем сегодняшний вечер. Наш вечер посвящен обзору киевской конференции нашей компании «Эксесс Маркетинг», который прошел в Киеве 22 сентября. И сегодня вы услышите впечатление участников этой конференции. Ровно два месяца назад мы увидели такое объявление в наших аккаунтах, и нам было объявлено, что в Киеве 22 сентября состоится конференция. Тогда мы еще точную дату не знали, но мы знали, что это будет в середине сентября. И, естественно, хочется сразу сказать очень большое спасибо и выразить большую признательность одному из наших партнеров Елене Романовой. Именно она решилась первое сказать нашей компании, что она согласна, чтобы конференция была проведена в Киеве, и она соберет там небольшое количество партнеров. Но так как мы работаем одной командой, и уже три года одной командой Игорь Козлов Тим, то, естественно, мы не могли оставить Лену просто одну с таким мероприятием. Мы все подключились и тоже приехали в Киев на это мероприятие. Это первая официальная русскоязычная конференция в Восточной Европе, и это, конечно же, особое мероприятие для всех русских партнеров. Итак, как же это все происходило? Мы прилетели в Киев, на Украину. Киев очень красивый город, и вы видите сейчас несколько заставок из этого очень красивого города. Вы видите центральную площадь Киева, сверху слева Майдан или площадь независимости. Вы видите мост через реку Днепр, таких мостов в Киеве, 7 мостов. Естественно, что вы видите церкви города Киева, их там много. И я успела, например, только посмотреть Михайловский собор и Софийский собор. На остальное мне не хватило времени, но наши многие партнеры, они успели посмотреть и Печорскую, и Киевскую лавру, и многие другие достопримечательности. Памятник Богдану Хмельницкому стоит на Софийской площади, где расположен отель, в котором проводилась наша конференция. Очень красиво выглядит вечером-ночью мост или арка дружбы народов, которую вы видите справа внизу. Она светится семью цветами радуги. Очень красочно так я фотографировала, но у меня почему-то не очень хорошо получилось. Так хотелось поделиться, вот как выглядит эта арка вечером-ночью. Вообще Киев очень красивый город. Украина, видно, тоже очень красивая страна. И мне очень жаль, что я была там так коротко. Но у меня там есть партнеры. Я обязательно приеду в Киев и на Украину еще раз, и хорошо посмотрю и сам Киев, и другие города, и поработаю со своими партнерами, и помогу им построить структуру. Но я думаю, что не одна теперь буду приезжать в Киев. В Киев будут приезжать многие из тех партнеров, которые были на первой русскоязычной конференции. Ну а сама конференция проходила в 5-звездочном отеле, который называется Hayat Regency. И этот отель самый дорогостоящий, это самый фешенебельный отель в городе Киеве, который находится в центре столицы Украины. Это центр и политический, и культурный центр. И очень много различных достопримечательностей рядом. А сам отель стоит на площади Софийского собора. И вот вы видите слева внизу картинку. Слева стоит сам отель, светится, и идет дорога. Эта дорога прямо ведет на Софийскую площадь, и там стоит Софийский собор. Очень красивый. Внутри гостиницы, конечно, тоже очень дорого и красиво оформлено. 16 этажей. Все светло, в светлых тонах красивых. Кожа, ну, красиво, очень красиво, конечно, нужно видеть. Но вы поймете, что такое хотель Хаят Редженси, если вы узнаете о нем следующую информацию, что этот хотель не только в Киеве, этот хотель находится в 44 странах мира. То есть, всего существует 735 таких хотелей Хаят Редженси, которые все являются пятизвездочными, и, естественно, оказывают очень хорошие услуги, как и для частного сектора, так и для бизнес-сектора. Всего в этих отелях насчитывается 136 тысяч комнат. Вот такая махина, это целая сеть, это сеть хотелей, это целый бренд, который предоставляет такие услуги. Ну, и вот именно в этом хотеле происходила наша первая конференция. Хотель, видите, снаружи тоже очень красивый. Все, что вы видите, это стекла, это окна, и вы видите, что некоторые окна немножко приоткрыты. Вот когда заходишь в комнаты, конечно, комнаты очень красивые, жалко, что мы еще не получили фотографии. Мы фотографировались в этих комнатах, и хотелось бы вам тоже показать, но мы не получили фотографии, я не стала брать с интернета, потому что это не то. Когда показываешь комнаты, в которых ты был, или были твои партнеры, или наши спонсоры, это другое дело. И приехали на эту конференцию наши партнеры, нас было чуть-чуть больше 100 человек, и мы были с Украины, с России, Германии, Канады, Франции, Испании, Португалии и Литвы. Может быть, я пропустила какую-то страну, не знаю, но мне кажется, я перечислила абсолютно всех. Если кого-то пропустило, то, пожалуйста, напишите в чате, чтобы другие партнеры знали, что из вашей страны тоже был кто-то на этой конференции. Естественно, что руководство прилетело намного раньше, Ниф прилетел туда за неделю, Энни прилетело 19-го, Семен прилетел 19-го, Стив Реннер прилетел 20-го, я тоже прилетела 20-го, Володя там был за неделю, уже Болдырев со своей сестрой Ириной, Энни проводила уже там в течение недели какие-то встречи, я не знаю конкретно какие, но она проводила встречи. И 21-го сентября мы тоже пришли в отель для того, чтобы познакомиться с руководством нашей компании, с Ником мы уже были знакомы, и у нас были деловые рабочие встречи, на которых присутствовала Семен Розенберг, Ирина Болдырева, Владимир Болдырев, я присутствовала, Энни присутствовала, Стив Реннер, Боб Кинцелла, и Ник присутствовал, он нам переводился, то есть это было наше связующее звено. И именно 21-го сентября мы очень долгое время сидели все вместе за чашкой кофе, обсуждали разные вопросы, именно тогда и родились три пункта нашего промоушена, то есть этого промоушена, который мы назвали Киевский промоушен, и мы сегодня будем об этом промоушен еще говорить. Итак, наши рабочие встречи закончились, и 22-го сентября, когда мы пришли в отель, это было наше начало. Вот наши первые шаги, мы увидели такую табличку, которая показывала стрелочкой, что эксцесс вот сюда, и мы пошли согласно этой стрелочке, это был наш первый шаг, затем мы пришли в такой просторный вестибюль, сдали свои одежды, верхние одежды, он находится чуть левее, здесь не отображен, и затем согласно этих баннеров мы пошли дальше. И этот вестибюль вот выглядит таким образом еще, и он заканчивается такой шикарной большой лестницей с стекловым ограждением, которое ведет на второй этаж. И мы понимали, что нам нужно подняться на второй этаж. Мы стали подниматься, и когда мы поднялись на второй этаж, мы вошли в просторную комнату, жалко, что вы видите только часть этой комнаты, вы видите, как в эту просторную комнату к раскрытым, широко распахнутым дверям идет ник, это ник, вы видите его со спины, это наша поддержка, но слева, туда дальше, комната была очень большая, стояли накрытые столы, напитки, кофе, чай, и люди завтракали. Те, кто позавтракали, заходили в широко распахнутые двери, и, естественно, мы попадали в нашу комнату конференции. Вот так выглядит наша комната конференции, вы видите ее правый дальний угол и немножко сцены, везде стояли очень красочно оформленные баннеры, комната была большая, очень светлая, с красивыми люстрами, видите, какие люстры большие, здесь собирались уже наши партнеры, они знакомились друг с другом, мы знакомились еще и на лестнице, на ступеньках, и в комнате, где шел завтрак, мы узнавали друг друга, некоторые немножко ошибались, некоторые замирали, несколько секунд думали, потому что фотография на скайпе – это одно, а живьем, как говорится, лайф, мы встретились впервые, и в основном 99% тех партнеров, которые были на этой конференции, мы увидели друг друга в первый раз и познакомились впервые. После того, как мы знакомились, мы рассаживались по местам, старались садиться по группам, каждая группа садилась отдельно, и в этом зале было три ряда столов, которые разделялись проходами, справа сидела группа Геннадия Бухова, посередине сидела моя группа, то есть слева Геннадия Бухова, посередине моя группа, и справа сидела группа Володи Болдырева, Елены Романовой и так далее. В основном все столы были заполнены, но несколько столов пустовало, так как ожидалось, что приедет 145 партнеров, но, как всегда, получается, что не все смогли приехать. Сейчас идет грипп, вирусные заболевания, и некоторым партнерам пришлось остаться дома, к сожалению. Вот это уже за минуту до начала. После того, как мы вошли в комнату конференции, мы, естественно, устроили там очень большой фотошутинг, мы много фотографировались друг с другом, обнимались, фотографировались с руководством, затем мы уселись, и эту картину вы видите буквально за минуту до начала самой конференции. Нас еще сфотографировали перед самой конференцией, уже Ник готовился для того, чтобы дать слово, объявить, что конференция начинается, и была сделана эта фотография. Ну и затем началась сама конференция. Вы видите еще зал наш, вот он взят справа, с той стороны, где сидела группа Владимира Болдарева и Елены Романовой наискосок, и вы видите как бы весь зал полностью, и вы видите, как внимательно и максимум созидоточенности на лицах этих людей, партнеров, которые сидели в зале. И это действительно было так, что все партнеры слушали очень внимательно, независимо от того, что наша конференция началась в 10 часов утра и закончилась в 18 часов вечера с двухчасовым обедленным перерывом. Но все были очень внимательны. И вы знаете, это даже очень интересно. Я никогда не думала, что вот когда такая масса людей собирается, и мы, собственно говоря, были тут в основном все партнеры, единицы только были новых людей приглашенные, не подписанные. Но как внимательнее все слушали? Ведь мы каждый день проводим презентации, но почему-то мы приходим на презентацию, уходим, потом задаем вопросы, которые там рассказывались, объяснялись, и мы как бы их прослушали, пропустили в полуха. Наверное, нужно и стоит полететь куда-нибудь, в какую-нибудь другую страну, заплатить за билеты деньги, заплатить за гостиницу деньги. И тогда, вот заплатив, мы, наверное, сможем сосредоточить наше внимание и услышать каждое слово, которое было сказано и Стивом Реннером, Бобом Кинцелло, Энни Жанг, услышать друг друга, что мы говорим, что мы желаем. И это очень важно. И я хочу сказать, что у нас будет еще одна конференция в Лас-Вегас, и, наверное, нужно туда лететь, для того, чтобы именно понять суть этого бизнеса до конца. Потому что, наверное, мы до конца все равно не понимали его до тех пор, пока мы не сели и 8 часов не прослушали все, что нужно было прослушать об этом бизнесе. Узнать абсолютно все. Вот так внимательно сидели мы и слушали. И, естественно, что перед нами выступил руководитель компании, основатель и владелец корпорации Стив Реннер. Я хочу сказать, что вот все продукты, услуги нашей компании, которые имеются у нас, их разрабатывает сам Стив Реннер, а затем уже их притворяет в жизнь группа программистов. Но как бы генератор всех идей этих программ является сам Стив Реннер. И его цель – вывести нашу компанию, его компанию, в топ-10 лучших интернет-компаний. И это, естественно, возможно, потому что мы знаем, что наш сайт уже находится на 300 каком-то там месте, то есть входит уже, можно сказать, в топ-300 компаний. Стив Реннер является не только основателем и владельцем нашей компании, он является маркетинговым директором. И именно Стив Реннер является пионером в области технологий интернета. И об этом вы можете найти в интернете на любых сайтах, которые описывают интернет, как развивался интернет, интернет-технологии. В социальных сетях вы можете это найти. У него 15 лет опыта именно интернет-маркетинга. И он хорошо знает именно интернет-индустрию, ее технологии. Поэтому его компания, и уже открывшись в 2008 году, в 2010 году, имела очень большие обороты. И вследствие этого, вы знаете, именно вследствие того, что наша компания делала очень большие обороты, что в компании было много миллионеров и очень богатых людей, именно по этой причине наша компания была закрыта на проверку. И когда мы с Стивом Реннером беседовали, 21 сентября, он так нам и сказал, наша компания была всегда легальна, наша компания была всегда надежна. И у нас не было ни одного пункта, по которому нас бы могли закрыть и не выпустить снова работать на рынок. Но тем не менее, мы знаем, что 5 месяцев шла проверка, и потом еще 2,5 года компания постоянно находилась под контролем. А теперь, как сказал Стив Реннер, они уже отчаялись найти что-то у нас, что мы можем где-то противоречить закону. И Стив Реннер заявил, что никогда его компания не будет противоречить никаким законам, и поэтому, что партнеры могут быть надежны, что они делают очень надежный бизнес и делают этот бизнес на многие годы. Я вам хочу сказать, что вот этого человека нужно просто лично встретить, познакомиться, и вы тогда поймете, что такое, кто такой Стив Реннер. Потому что беседую с ним много раз по скайпу, по конференц-комнатам. Я его вроде бы хорошо знала и хорошо понимала, но когда я познакомилась с ним лично здесь, в Киеве, то я думаю, что те партнеры, которые были там, они скажут, что я говорю правду, что этот человек, именно, можно сказать, очень высокая личность, и этот человек с большой буквы Я во всех отношениях. Он является не только движущей силой самой компании Эксесс Маркетинг, он еще имеет чистое сердце, у него светлые помыслы. И он такой прямой, простой в общении. Если с ним общаешься, ты не можешь даже подумать, что перед тобой стоит мультимиллионер, который мог бы воротить нос, а он будет тебе объяснять несколько раз до малейших деталей. И когда мы сидели три с половиной часа и задавали вопросы, он без устали на них отвечал. И даже если вопросы как бы повторялись неоднократно. То есть это очень замечательный человек, которого я всем рекомендую. Чтобы вы смогли с ним лично познакомиться. Стив Реннелл предоставил также нам новые продукты, услуги, которые будут... Он нам предоставил это в макетах, как говорится, да? А в Лас-Вегасе все эти продукты уже будут в действии, запущены и продемонстрированы в действии. И сразу после Лас-Вегаса эти продукты будут запускаться в работу. Какие продукты? Это Ю-Чат, это видеопортал. Это видеопортал, будет он бесплатный и платный. И если мы будем брать бесплатный портал или предлагать новым клиентам, то тогда на этом портале будет показываться сторонняя реклама. Если же мы покупаем какой-то Ю-Чат, он будет разных пакетов, то там уже сторонней рекламы не будет. И здесь мы сможем общаться со всем миром через видеосообщение. Я хочу сказать, многие партнеры очень жалеют о том, что у нас ушел V-текстинг, который у нас был кратковременно. Я хочу сказать, не жалейте. Ю-Чат вы можете использовать точно так же, как вы использовали V-текстинг, только с видеоизображением. Вы можете также создавать группы по интересам или по бизнесу и также рассылать сообщения своим клиентам о ваших скидках или о поступлении новых товаров. То есть, это сообщение, которое возможно абсолютно со всем миром разных уровней, разных, как говорится, наклонностей и разного количества людей. Это все, что о ее чат. Я много говорить не буду. Эксосвебкаст это новая комната конференции. Мы, конечно, ждем ее с нетерпением для того, чтобы у нас не происходило такого, как произошло сегодня. И, естественно, эти комнаты, они тоже распределены по пакетам. И каждый пакет содержит свои возможности и определенное количество партнеров, которые может разместить себе комната. Но на самом деле самые большие комнаты, которые будут входить в пакеты для лидеров, а эти комнаты будут распределяться по пакетам, по статусам. Один статус получает один пакет с какими-то одними возможностями, следующий, более высокий статус, получает другой пакет с большими уже возможностями и так далее. И здесь можно неограниченно вмещать людей в эту комнату и можно использовать до шести модераторов и в больших комнатах подороже еще больше модераторов можно иметь. Дальше. Кроме того, эта комната имеет специальную услугу, которая называется Access Web Gram Pro и при помощи этой услуги мы можем также записывать видеоролики и отправлять сразу же своим партнером или же своим клиентом если у нас какой-то бизнес и так далее. То есть тоже есть такая услуга. Но если мы проводим вот такое мероприятие как сегодня, то я сегодня попросила, чтобы нас записали, потому что вы знаете, если еще включить Камтазию, да еще такие тяжелые слайды таким большим объемом, то комната может тормозить и звук может не поступать к вам. А если будет новая комната, то там есть свойства записи. я включаю запись, сама с вами общаюсь, затем после того, как я закончила общаться, я ставлю на сохранение и тут же могу отправить партнером. То есть очень удобная функция. Нам также был представлен на рассмотрение это бизнес-справочник, который выйдет сразу на разных языках и также будет разных пакетов. Он будет базисный, стандартный, делюксый и профессионал. То есть на различные группы предпринимателей. И предприниматели будут иметь локальную, то есть местную рекламу. И это очень выгодно. И я думаю, что многие партнеры будут заниматься продажами именно бизнес-справочника, потому что его еще нет в интернете. Это первый бизнес-справочник такого масштаба, который нам будет предоставлен. И нам также предоставили, как мы говорили, игровой портал, но на самом деле это не совсем игровой портал, это развлекательный портал. И на нем будут не только игры, на нем будут также музыка, фильмы, видео можно будет там скачивать. И Стив Реннер даже представил нам одну игру, в которую он поиграл, и нам было всем очень интересно. Это что касается продуктов. Но, как я вам уже сказала, все эти продукты мы увидим в работе в Лас-Вегас, и потом они будут уже доступны для использования и для продажи. Ну, и здесь вы видите снова нашего основателя компании Стив Реннера. Это когда мы заканчивали конференцию, мы его поблагодарили и вручили ему наш скромный подарок, небольшой букет цветов. И вы видите, какая непосредственная радость на лице этого человека. Он действительно вот так вот может радоваться, как ребенок. Вы знаете, я поражаюсь, что я знаю очень многих людей, которые очень богаты, владеют большим состоянием. И, конечно же, среди них, если люди такие же, как Стив Реннер, очень просты в общении, доступные, стараются понимать других людей. Но есть люди, которые, как мы говорим, по-простому воротят нос. И они не снизойдут до общения с человеком, который не имеет такого состояния, как они сами. Чего нельзя сказать о Стив Реннере? Это очень открытый человек, доброжелательный человек и вот такой непосредственно своей простой радости. Перед нами также выступил президент компании Боб Кинцелла. И он нам представил две программы. Одна из программ это яркие перспективы Эксесс. И вторая программа это разделение капитала. Я хочу остановиться, вот вернусь сюда, и хочу остановиться еще на самой личности Боб Кинцелла. я была поражена. И я разговаривала с многими партнерами, они тоже были поражены. Почему? Потому что этот человек, он излучает столько энергии, вы знаете, его можно сравнить только с родником, который бьет из земли, такой мощный родник, и он всегда чистый и светлый. Вот вы видите его сейчас на фотографии, эта фотография была сделана прямо на конференции, когда он объяснял, она не очень такая чистая, но все равно вы видите его глаза. Вот его глаза, они вот открыты, и его душа такая открытая. И вот 8 часов работы, и нельзя было заметить ни усталости, ни раздражения, ничего. Вот он всегда вот так, с такими открытыми глазами, было весь вечер на банкете, вы увидите потом фотографии в моей фотогалерее, вы обратите внимание, как будут лучиться и сиять его глаза. И вот такой он всегда был, и когда работал, и когда отдыхал. То есть, мне кажется, в нем такой неиссякаемый источник энергии, который поступает ему из земли и из космоса, что его хватит на всех. Конечно, вот и какие же яркие перспективы у нашей компании. Ну, во-первых, в нашей компании очень мощный компенсационный план, и вы все это знаете, я не буду его рассказывать. Мы получаем комиссии отличных продаж, и эти комиссии будут увеличены сейчас, до 25% еще можно получать от структуры. Мы получаем бонусы от продаж наших команды. Эти бонусы мы получаем ежедневно, так как ежедневно идет репокупка. У нас есть ежедневное разделение прибыли, у нас есть разделение капитала ESP. ESP это и есть годовое распределение капитала. Нам были предоставлены цифры оборотов компании. В прошлом году компания сделала 8-9 миллион оборотов прошел. В 2013 году предполагается, что эта цифра составит 220 миллионов, что будет на 147 процентов роста. То есть вы видите, что наша компания действительно развивается, хотя вы прекрасно знаете из моих презентаций, из наших презентаций, что наша компания второй старт сделала в марте 2013 года, когда был открыт технологический офис IT в Силиконовой долине. Ну и цель нашей компании делать не 220 миллионов оборота, а 1 миллиард оборота. Это цель нашей компании. Я вам скажу, исходя из тех оборотов, которые делала наша компания до закрытия, это возможная цель, это реальная цель. И я стопроцентно уверена, что компания в ближайшие полтора-два года придет к этой цели. Ну и на сегодняшний день оказывается у нас 220 тысяч участников. Затем Боб Кинцелло, он же является председателем совета директоров, представил нам план разделения капитала. и мы узнали, что этот план позволяет создавать и развивать долгосрочную финансовую независимость без особых вложений, без никаких вложений, потому что та прибыль, которую мы получаем в конце года, если мы попали в клуб учредителей, она будет надежно защищена трастовым счетом, то есть вы видите в наших аккаунтах, в ваших бэк-офисах те деньги, которые лежат уже на трастовом счету, и трастовый счет недоступен до самой компании, независимо будет ли акционироваться компания или не будет, если компания не акционируется до 2018 года, то деньги с трастового счета будут перечислены на счета партнеров в их аккаунты, и за трастовым счетом следит специальный независимый сотрудник, который отвечает за этот счет, и он будет коммуницировать с партнерами, не с компанией, а с партнерами, компания не имеет отношения к этим деньгам, и если наша компания акционируется, то мы будем покупать акции по льготной цене, и нам не нужно будет какие-то затрачивать свои деньги, хотя каждый из партнеров, если он захочет купить больше акций, всегда может использовать еще свои личные деньги, ну и после того, как мы купим, приобретем эти акции, вот этот трастовый фонд будет держать нашу долю акций до тех пор, пока мы не решим их продать, то есть акции будут расти в цене, и когда мы скажем, вот нам достаточно, что акции выросли до такой цены, мы уже можем дать распоряжение трастовому фонду, чтобы они продали наши акции, и вы понимаете, что если мы владеем акциями компании, то мы являемся как бы совладельцами компании, и пока мы являемся как бы совладельцами, но когда у нас будут акции на руках, то мы тогда будем являться прямыми владельцами компании эксцесс-маркетинг, но каждый будет иметь свою долю акций, естественно, его голос, право голоса будет соответствовать доле акций, мы это все прекрасно понимаем. Хочется остановиться на руководителе компании, я не оговорилась, так как эта женщина является членом совета директоров, ее голос имеет очень веское значение, в то же время эта женщина является нашим вышестоящим спонсором, так как именно от нее идет вся структура, и сегодня наш вышестоящий спонсор Семен Розенберг находится прямо в первой линии у Ани Жанг, потому что все вышестоящие спонсоры у Семена как бы куда-то подевались, и поэтому это хорошо для нас, значит, у нас прямой контакт с Ани Жанг, и я хочу сказать, что эта женщина тоже потрясла нас всех своей внешностью, своей скромностью, спокойствием, гармоничностью, и тем, насколько вот в ней чувствуется сила, просто чувствуется сила, спокойная, размеренная, но сила, и я хотела бы вам открыть секрет ее успеха, если кто-то не знает, вы знаете, что Энни является миллионером, да, что она зарабатывает в акцесс-маркетинг больше миллиона долларов в год, и у нее есть в ее структуре в азиатской уже миллионеры, так вот, я хочу сказать, силу и секрет ее успеха вы видите на этом слайде, посмотрите, сколько конференций она создала и провела уже в этом году, вот этот список, это все, что она сделала в этом году, и если бы каждый из нас сделал хотя бы третью часть из того, что сделала она, то мы, наверное, тоже были бы миллионерами, но мы пока что с вами, дорогие мои, еще ничего толком не сделали, мы только собирались, и я думаю, что киевская конференция даст нам, или дала уже толчок, и он должен уже сказываться теперь, и пока мы были в Киеве, Энни была с нами, тут же она улетела в Австрию, в Австралию, и 27 сентября в Австралию была конференция, и уже теперь она прилетела назад и летит в Японию, потому что в октябре уже в Японии будет конференция, вот такой у нас целеустремленный спонсор, и она для нас всех пример для подражания, если хоть мы частичку будем дублицировать ее и делать то, что делает она, то естественно у нас тоже будет успех, и не надо далеко ходить, не надо далеко ехать, мы можем проводить открытые конференции лайф в наших городах, в окружностях нашего города, где мы проживаем, в нашей стране, не обязательно даже летать за границу, как делает это Энни Жанг. Ну и вы видите, как тоже она радовалась тому скромному подарку, который мы ей сделали, хотя она сама потом после конференции, во время банкета, подходила к многим партнерам, и так молча скромненько клала на коленки сверточку и уходила, оказывалось, что это сверточек подарок, то есть мы вот русские, мы привыкли подарок делать громко, в общем внимании, а она очень скромная, она подошла тихо, скромно поклала на коленочки, отошла, пошла к следующему, подошла, положила снова на коленочки, снова отошла, даже тот человек не успел вначале сообразить, что он получил подарок. Вот такая скромная эта женщина, и я хочу спросить, это обыкновенная женщина? С виду она обыкновенная женщина, когда смотришь на нее, но это такая неординарная личность, которая вот заключает в себе сразу столько и много, и все это сильное, гармоничное, то есть я была в восторге от нашего руководства, от нашего вышестоящего спонсора Энни Жанг. И я вам говорила, что до конференции мы разговаривали с руководством, и мы разработали промоушен, который компания объявила. Я хочу 5 минут остановиться на этом промоушен, и затем мы перейдем уже к нашим партнерам, для того, чтобы они могли поделиться впечатлениями. Этот промоушен очень важен, и он состоит из 3 пунктов. Первый пункт заканчивает свое действие завтра, даже сегодня заканчивает. Это промоушен по входу в клуб учредителей 2013 года. Вы знаете, что объем для входа составлял 20 тысяч с первым уровнем. Компания понизила этот объем до 10 тысяч, и также до сегодняшнего дня, 30 сентября. И я думаю, что все равно этот промоушен кому-то помог, и кто-то войдет еще дополнительно в клуб учредителей еще сегодня. Второй пункт – это промоушен на бесплатную поездку в Лас-Вегас. Для этого нужно иметь минимум 5 тысяч персональных продаж. Персональные продажи у нас именуются PSV. Сразу хочу сказать, где вы можете их увидеть. Вы заходите в свой бэк-офис, идете в раздел «Аккаунт», и в деталях аккаунта есть у нас табличка, участвуем ли в клубе учредителей, или не участвуем. Там есть баланс, у нас баланс всех наших единиц, и iPoints, и PSV. Вот там, где баланс PSV, где детали, вы нажмете, вам откроется табличка, и вы увидите свое количество персональных PSV. Если у вас уже 5 тысяч накопилось, то вы уже попадаете под этот пункт, но вам нужно иметь плюс 10 участников, то есть 10 партнеров на статусе «Диамант» на ваших первых, втором и третьем уровнях. И это нужно будет сделать до 31 октября. Если мы это выполним, то каждый из нас имеют возможность бесплатного полета в Лас-Вегас и обратно, персональный ужин с основателем компании Стив Реннером, и также отель питания и развлечения. И третий промоушен, самый главный, я считаю, потому что и в клуб учредителей вы можете войти в следующем году, и в Лас-Вегас вы сможете полететь, может быть, в следующем году. Но вот подключиться к разделению дополнительной прибыли от поисковой системы «Эксес», то есть к прибыли «АРП», вы уже не сможете, если вы не сделаете это сейчас, до 31 октября. И вы знаете, что наша компания уже позволяла нам подключаться к распределению дополнительной прибыли от поисковой системы «Эксес» в августе 2012 года, но мы не все подключились. И сейчас, если у вас есть пакет 2000 или больше, вы можете купить обновленный пакет за 500 долларов, и вы также будете подсоединены к разделению дополнительной прибыли по «АРП». При этом все ваши «Айпоинты», все «Айпоинты», которые у вас имеются, начнут работать по-новому. То есть будет получать прибыль с двух источников. От того оборота, что делаем мы партнеры, плюс тот оборот, что дает уже поисковая система. Это дополнительная прибыль, которую компания делится вместе с нами. Вот здесь я сделала выписку, и вы можете увидеть, когда проходил промоушен. Первый раз он проходил с 11 августа по 31 августа 2012 года. Тогда покупали мы пакеты за 500 долларов и выше. Затем, в октябре, с 1 октября 2012 года по 31 октября 2012 года компания еще раз объявила промоушен по просьбе партнеров. Снова покупались обновленные пакеты за 500 долларов. И вот сейчас, третий раз, с 22 сентября 2012 года по 31 октября 2013 года есть возможность подключиться к разделению RP. Также нужно покупать пакеты от 500 и выше доллара. Я вам хочу сказать, что вы проверить наличие обновленных пакетов, покупали вы или не покупали, можете в разделе статистика, покупки продуктов. Слева в календарике выставляете дату 1 августа 2012 года или 11 августа 2012 года. Справа оставляете сегодняшнюю дату. Система выдаст вам все покупки. Вы проверите и узнаете. Вы уже, если покупали такой обновленный пакет, вот в эти сроки, которые здесь указаны, то вы подключены к RP. Если не покупали, вам нужно купить. Это последний шанс. Я вам хочу сказать, чтобы вы понимали, чтобы вы помнили, что вы делаете, почему вы делаете и зачем вы делаете. Потому что, подключаясь сейчас к разделению ежедневной прибыли от поисковой системы RP, вы совершаете шаг по стабилизации и закреплению своих будущих доходов. Поисковая система Эксис только 2 года на рынке, но уже имеет свою прибыль. И эта прибыль будет увеличиваться из года в год. Если поисковая система начала приносить прибыль, эта прибыль может только увеличиваться. А мы каждый год будем иметь ежедневно от этого свою прибыль, которая также будет увеличиваться. Вы должны использовать этот шанс для того, чтобы присоединиться к разделению этой прибыли. Мы даем вам только информацию. Решение принимаете вы. И я хочу сказать вам, потому что многие партнеры уже купили такой пакет и они до конца не понимают. Они говорят, Оля, ну что такое? Ну, купил пакет за 500 долларов. Но было у меня доллар по долевому участию, теперь 2. Но что это мне доллар? А вот на следующий день вообще пришло только 90 центов дополнительно, а на третий день 80 центов дополнительно только пришло. Дорогие мои, мы работаем в бизнесе, мы предприниматели. Так давайте мы и будем думать как предприниматели. Поисковая система дает какую-то определенную прибыль, которая будет повышаться. Мы сейчас работаем на перспективу. Но если мы говорим о подключении и о той прибыли, которую мы получили дополнительно, то если вы получали по долевому участию доллар, стали получать 2, то ваше долевое участие увеличилось на 100%, а вы считаете на 1 доллар. Если вам на следующий день пришло 80 центов, а не доллар, это значит в этот день поисковая система принесла немножко меньше прибыли. И это нормально. Поисковая система не может каждый день приносить одинаковую прибыль. Она всегда приносит разную прибыль, точно так же, как и мы, партнеры, каждый день даем тоже разный оборот. Так поэтому, если 80 центов, а вы получили доллар, получили доллар 80, то у вас долевую часть увеличилась на 80%. Я знаю, я просматривала многие офисы и знаю, что долевую часть по ARP, оно составляет от 80 до 110%, но в разные дни по-разному. И если у вас увеличение идет на 80, 90 или на 100%, это разе плохо, это очень даже замечательно. Только не надо считать, что мы купили за 500 долларов пакет, и на завтра у нас долевую часть будет 20-30 долларов. У тех, у кого большое количество айпоинтов, то у них и больше. Я сделала видеоурок, я его передала под чатом. Если у кого-то нет или кто-то не посмотрел, возьмите ссылочку и посмотрите. Я там наглядно привожу примеры. Я специально взяла примеры не тех партнеров, у которых большой баланс айпоинтс, а у тех партнеров, у которых маленький баланс айпоинтс, чтобы они понимали. И я взяла от 1500 до 5000 с половиной. Больше я не брала. Все примеры мои основаны только от 1500 до пяти с половиной тысячи. Поэтому еще раз вам говорю, смотрите, разбирайтесь, понимайте и помните, что это последний шанс. Ну и конечно же, в окончании нашей конференции мы вот с этого слайда начинали нашу конференцию, этим слайдом мы заканчивали нашу конференцию. Вместе мы можем изменить мир. И это действительно так. И вы сейчас убедитесь, послушав отзывы наших партнеров. А я хочу передать слово сейчас Владимиру Болдыреву, так как вторую часть будет проводить Владимир один, для того, чтобы нас сэкономить времени и не переключаться несколько раз. Достаточно того, что будут переключаться уже партнеры, которые будут выступать. А я останусь с вами незримо, так как я буду сейчас вам показывать фоторепортаж, фотогалерею, которую я составила с тех фотографий, которые мне удалось собрать у партнеров, для того, чтобы вам полноценно показать все-таки, как это было на конференции и как это было на банкете, чтобы у вас появилось какое-то ощущение того, что вы тоже побывали вместе с нами там. Итак, я благодарю вас за внимание. Я не прощаюсь с вами, я вместе с вами, но слово передаю Владимиру Болдыреву. Володя, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые партнеры. Спасибо, Оля, за прекрасно проведенную презентацию о том, что мы видели и слышали в Киеве. И теперь во второй части мы послушаем наших партнерам, которым удалось побывать в Киеве. И для начала я хотел бы попросить тех наших партнеров, которые будут выступать, поставить здесь плюсики, чтобы я видел, кто из нас сейчас находится в зале. Те партнеры, которые по плану, по списку планируют. так, раз, два, три, четыре. Вижу, вижу. Так, вижу. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, у кого нету кнопочки старт бродкастинг? Теперь скажите, кто не видит кнопку у себя старт бродкастинг? Есть такие? Значит, у всех есть. Так, ага, Семен, извиняюсь. Самого главного, Семен, добрый вечер. Мы не заметили. Хорошо, сейчас партнеры начнут говорить, Семен, я вас подключу. Хорошо. Итак, во второй части мы начнем прослушаем информацию, которую дадут наши партнеры, которые побывали на первой русскоязычной встрече. И слово предоставляется Ольге Вотиновой, Франция, Оля в бизнесе с 2010 года, достигнутый статус статус голд и личный спонсор Джамиля Герасенкова. Оля, пожалуйста, нажимай кнопочку старт бродкастинг, слово предоставляется тебе. Вечероковой вечер, добрый день, у кого день. Друзья, поставьте плюсы, пожалуйста, как меня слышно. Есть, спасибо, спасибо, спасибо. Друзья, я до сих пор на эмоциях прошла незабываемая встреча с руководством компании, с моими вышестоящими руководителями и партнерами. Для начала скажу, что я была в первый раз на Украине и даже немного волновалась перед отъездом. В Киеве сразу заметила доброту и отзывчивость совершенно мнения знакомых людей в разных ситуациях. Сам город очень красивый, есть на что посмотреть. Я приехала за день до конференции и у меня было время погулять по улицам, улочкам, красивому парку. Вечер я познакомилась с нашей командой в реальности. Там было столько эмоций, что я не могла заснуть в эту ночь. Это те партнеры, с которыми я работаю не в первый год. Джамиля Герасенковой, Елены Романовой, Татьяны Шишкаловой, Ириной Болдыревой, Владимиром Болдыревым. И со стороны Светки с Джамилем были партнеры Лили Морозовой и Илья Морозов. На следующий день конференция. Это опять эмоции. Я лично пожелаю руку Энни Жанг, Стиву Рейнеру, Бабу Кинсела, познакомилась с Олей Кох, Василием Мауль, Семеном Розенберг, Людмилой Коломеец. Мне было очень приятно увидеть и почувствовать гостеприимство со стороны руководства компании. Это очень открытые и доброжелательные люди. Все было очень интересно услышать и увидеть презентации новости перспективы компании с первых рук. К вечеру был банкет. Энни с Семеном дарили нам подарки. И я почему-то с Энни автоматически заговорила на французском. Потом я поняла, что она не знает этого языка. Семен меня поддержал. Мы кушали в уютном ресторане этого отеля, пили вкусное вино, ознакомились с другими партнерами. Было все здорово. Следующие три дня мы уехали загород с некоторыми партнерами на дачу, с красивым садом, жарили блины, оладьи, разрабатывали стратегии бизнеса. И все это нас еще больше сблизило. Мы не просто команда, мы семья. Особую благодарность хочу выразить Лене с Володей за за вашу веру в меня, за вашу поддержку, за все ваши школы, за вашу заботу. Еще раз благодарю руководство компании за все то, что вы для нас сделали и делаете. Друзья, мы на правильном пути, потому что Access Marketing это великая компания. У меня все. Всем успехом! Спасибо, Оля. Спасибо большое. Пожалуйста, поставьте плюсики. Похлопаем, Оля. Отлично. Все, вижу, все слышали. Вторым нашим выступающим по плану должна быть Клавдия Пивнева. Пожалуйста, Клавдия, вы тут. Поставьте плюсик, Клавдия. Поставьте плюсик, что вы здесь, что у вас есть кнопочка старт бродкастинг. Покажите, пожалуйста, что вы здесь есть в комнате. Так, я вижу включение пошло. Клавдия Пивнева, Украина в бизнесе 2013 года, статус гол и личный спонсор Оля Пивнева. Пожалуйста. Добрый день. Всех рада приветствовать. Меня зовут Клавдия Пивнева. Ну, на самом деле, семинар произвел на меня очень сильное впечатление, потому что все было красиво, все было на очень высоком уровне. И, вы знаете, когда я делилась впечатлением, для некоторых было, с теми людьми, с которыми я делилась, для некоторых было очень важно то, что обычно на мероприятиях оплачиваются билеты, оплачивается кофе, ужин и так далее. И здесь же компания настолько все сделала на высшем уровне, то есть, это была и гостиница 5 звезд, это был и кофе-брейк, который достаточно часто проводился, да, вот, и это был прекрасный зал, в котором заходишь, и чувствуешь себя на очень высокий уровень мероприятия. Лично меня очень удивила простота, простота руководства, конечно, чувствовалась внутренняя сила, конечно, чувствовалось то, что это люди большого бизнеса, но в то же самое время очень открытые глаза, очень открытые к общению, очень открытые, ну, вообще, в общем, настолько позитивные, настолько улыбчивые, что очень-очень приятно. После большой презентации меня очень впечатлило, которая меня очень впечатлила, потому что в интернет-бизнесе уже давно наблюдаю за тенденциями, и когда Стив Реннер нам показал вообще ближайшие перспективы, то есть какие продукты они выпускают на рынок и так далее, я поняла, что на самом деле компания, то есть я приехала на этот семинар посмотреть, какой будет компания, какое будет дальнейшее развитие, потому что я давно услышала о том, что компания с мировым именем, что она выстояла проверку, кстати, для меня это очень-очень важно, потому что некоторые люди говорят, что ну вот была проверка и так далее, на самом деле, ребята, эту проверку прошло только три компании в мире, и Аксесс единственная из интернет-компаний, которая ее прошла, мы знаем, что в прошлом году, например, тот же ЗИК ее не прошел, и Аксесс ее прошел, то есть мы работаем на самом деле в очень надежной компании, но было важно понять, что кроме ротатора, что кроме ротатора может предложить компании, и когда Стив Реннер показал нам перспективы и те продукты, которые сейчас выйдут, я поняла, что на самом деле мы находимся в очень мощной компании с очень большими перспективами, и что это бизнес надолго. После презентации я очень благодарю Ольгу Кохз за то, что она побеспокоилась, у нас тоже появились билеты на ужин с президентом, для меня это была очень большая честь, и перед ужином я подошла к НИКу, рядом с которым стоял Боб Кинселла, я маркетолог по образованию, и попросила Боба, чтобы они в ближайшее время разработали специальные маркетинговые инструменты, то есть специально для нас, чтобы каждый из нас мог иметь достойное видео с самым ярким, самым мотивирующим, самым полным раскрытием того, что сейчас сделала компания, то есть именно маркетинговый ход правильной раскрутки этого бизнеса, правильного представления этого бизнеса, мотивирующего, так, потому что продукты на самом деле очень сильно мотивируют, и чтобы их одели в такую упаковочку красивую видео, чтобы мы могли просто отправить этот видеоинструмент, просто какую-то презентацию бизнеса, и люди поняли, насколько это масштабно, и насколько это надолго, и что это на самом деле представляет собой компания. И Боб лично поблагодарил меня за то, что я подошла с этим вопросом, он сказал, что на данный момент именно разрабатывается такой материал, такое видео, для того, чтобы мы могли воспользоваться этим и развивать наш бизнес, чему я лично очень порадовалась. На самом деле мероприятие, ужин, и само знакомство, очень была рада видеть Ольгу Кох лично обняться, первое, что как только предосталась возможность подошла и с большой радостью поприветствовала и очень рада вот такому близкому общению с президентом. Ребят, посещайте мероприятия, это на самом деле важно, когда вы попадаете в окружение таких людей, когда вы видите это с первых уст, у вас совершенно другое видение. Всем желаю успехов, спасибо за внимание. Спасибо, Клавдия, спасибо. Следующий у нас выступает Александр Ильин, Россия, в бизнесе Статус Голд и спонсор Вячеслав Полянский. Клавдия, пожалуйста, нажми кнопочку Стоп Бродкастинг, Стоп Бродкастинг, Подведи мышку, так, отлично. Приглашаем Александра Ильина. Обратите внимание, поскольку мы перешли в другую комнату, не все выступающие еще включали микрофон и для этого требуется некоторое определенное время и возможно некоторые задержки. Доброе время суток. Алло. Посад в ключ, как слышно меня? Как слышно меня? Отлично. Меня зовут Александр Ильин. Живу в город Самара. В своем мнении как Киев презентация прошла 22 сентября мне пришлось встретиться с руководителем компании как Боб Кинс Сало лично познакомился просто встреч супер. Я такого не ожидал, что так мог я встретиться. Немножко волнуюсь еще в компанию пригласил Вячеслав Полянский что очень рад что он сюда пригласил что дал возможность прийти на конференцию и быть первым на этой встрече увидеть и познакомиться со Стивом Рейнером Энни Джан Ольгой Рад был встретиться впервые увидел своими глазами это просто словами не передать Понимаете как надо быть там конференция супер вообще прошла конференция то для меня это дало эта компания потому что эта компания дает возможность зарабатывать деньги каждый день то это легальное вот это самое главное меня все поразило что компания супер сделана для нас еще могу сказать что разрешение что не не бойтесь приглашать своих партнеров своих новых приглашенных что эта компания серьезно работает для нас и дает возможность зарабатывать очень хороший доход на многие годы и также зарабатывать сидя дома не выходя вот это возможно мне очень понравилось спасибо александр пожалуйста нажми кнопочку стоп бродкастинг стоп бродкастинг да правильно говорит александр надо быть там на таких презентациях надо просто быть следующий у нас по плану в списке была Джамиля Герасенко у меня ездить в зале тогда следующим у нас плану будет Людмила Коломеец я предоставляю Людмиле Коломеец Украина бизнес и до достигнутый статус джу даймонд пожалуйста Людмила нажимай кнопочку старт бродкастинг ждем тебя алло алло здравствуйте уважаемые партнеры и дорогие гости скажите пожалуйста как меня слышно поставьте пожалуйста плюсики чтоб я понимала отлично меня зовут Людмила Коломеец в бизнесе я работаю с 2010 года в течение трех лет лет работая в бизнесе в интернете у меня появилось много партнеров которые в дальнейшем стали друзьями и вот совершилось в сентябре 2013 года благодаря встрече которую организовало наше руководство мы смогли увидеть вживую друг друга спасибо нашим организаторам за эту встречу а также огромное спасибо руководству компании Стиву Реннеру за первую встречу русскоязычной группы партнеров а самое главное что появился шанс увидеть и естественно пообщаться со своими друзьями и партнерами с которыми отработали много лет в интернете люди ехали с разных стран роман с Португалии мне было очень приятно видеть партнеров своих друзей с России Италии Америки Канады Германии эмоции которые нас переполняют от услышанного и увиденного передать просто невозможно мне удалось увидеть великолепный красивый город Киев кстати в котором я была первый раз и естественно этот великолепный город вызвал у меня огромный восторг также мне очень понравилась гостиница где проходила наша презентация впервые я увидела наше руководство также я увидела сплоченность нашей команды это первая наша встреча а в дальнейшем наши встречи станут чаще желаю всем успеха до свидания у меня все спасибо спасибо Людмила и следующий в нашем списке планируется выступать Лена Романова скажи пожалуйста Лена Романова в зале у нас я не вижу ее в списках Лена может быть успела подойти Лена Романова плюсик пожалуйста так я не вижу Лена Романова я не вижу так Оля Кох ты здесь алло Оля Кох так тогда тогда следующим по списку по плану должен я выступать Вадимир Вадимир Болдриф я в бизнесе с 2010 года достигнутый статус в бизнесе статус Black Diamond верхними спонсорами у меня является Сергей Райлин Игорь Козлов Семен Розенберг и я теперь немножечко скажу о своем ведении нашей встречи первой киевской конференции вчера Семен сказал что был в Киеве последний раз 33 года назад у меня тоже сработала эта цифра 33 именно 33 года назад именно в Киеве я закончил киевский университет военный университет и даже не мог себе представить что через 33 года и 3 месяца я буду встречаться в Киеве по вопросам работы в интернете причем с партнерами со всего мира я очень восхищаюсь нашими партнерами которые смогли приехать преодолеть такую большую дорогу и приехать из далекой Америки Канады Португалии Франции Испании Германии и даже из нашего ближнего зарубежья я очень доволен что нам наконец-то удалось собраться вместе после 3 серьезных лет работы в интернете и наконец-то побеседовать друг с другом мне удалось увидеть и Семена Розенберга и Елену Романову Олю Кох Джамилю и Татьяну Шишкалову Олю Отинову Василия Мауля и естественно наше руководство очень большой заряд положительных эмоций радость радость в глазах первая встреча с руководством компании понимание перспектив работы в компании освоение нового рынка первая русская конференция друзья бизнес на просторах русскоязычного интернета только начинается и знаете что нас всех объединяет да нас объединяет именно сетевой маркетинг именно сетевой маркетинг как возможность получения резидуального дохода потому что все партнеры которые практически ну на это 90 процентов уже поняли что такое резидуальный доход я думаю таких партнеров уже с истинного пути работы компании уже не сбить спасибо за внимание с вами был Владимир Болдырев и я по плану представляю нашего следующего выступающего это Наташа Громова Наташа Громова поставь плюсик ты в зале Наташа Громова так есть вижу я предоставляю слово Наташи Громовой Россия бизнес из 2011 года достигнутый статус Blue Diamond личный спонсор Сильвестр Цимбалов и верхний спонсор Ольга Кох пожалуйста Наташа представляет микрофон добрый вечер всем слышно ли меня поставьте пожалуйста ваши плюсики если вы меня слышите друзья отлично я очень рада мы сегодня очень долго настраивались потому что видите как происходит когда заново входишь в какой-то водоем приходится опять пробовать своду на очередь даже в комнату не сразу удалось это тоже о многом говорит я рада что вы меня сейчас слышите и я еще очень рада тому что мы опять с вами на связи потому что действительно то что произошло в Киеве имеет огромное значение я могу сказать вам что в Киеве я бывала много раз и на больших международных конференциях по всему миру я тоже бывала много раз но то что я почувствовала в этот раз вот действительно положа руку на сердце могу вам сказать что такого я не видела в том отношении что не было тех ощущений которые я получила здесь и собственно говоря моя история короткая как сказал Володя я начала работу в феврале 2011 года достаточно быстро работая в команде Игорь Тим Игорь Козлов Тим Ольга и все лидеры с кем мы работали вместе Василий Мауль проводили мы регулярно презентации достаточно быстро мы все поднялись на хороший уровень я в том числе поднялась на уровень и была собрана команда и собственно говоря что произошло дальше вы знаете мы поработали вот в частности моя команда поработала около года и практически весь год 12-й мы не работали вообще тем не менее я хочу вам сказать следующее друзья я не планировала никогда расставаться с компанией Аймед Глобал которая сегодня перевоплотилась в компанию Эксис почему потому что было ясно что у компании есть будущее другое дело что требовалось немножечко набраться терпения и подождать когда же она крепнет когда же она сможет развернуться во всю свою ширь при этом мы понимаем с вами что все мы взрослые люди мы не можем просто ждать скажем какое-то время даже месяц полгода год и так далее когда где-то что-то устаканится и в том что партнеры и руководители естественно не могли сидеть сложа руки этот год и продолжали действовать в развитии себя как предпринимателей в освоении каких-то новых возможностей я считаю что это совершенно нормально и правильно и то что некоторые партнеры этого не поняли решив что если сейчас этого нет значит все разбегаемся это говорит не о компании это говорит не о возможностях это говорит о том что видимо еще люди не совсем зрелые те кто так реагировали на ситуацию потому что жизнь нам предлагает выбор каждый день она предлагает нам шансы каждый день она испытывает нас каждый день на терпение на крепость она испытывает нас на то чтобы решить в конечном итоге заслуживаем мы той или иной скажем так возможности в этой жизни поэтому я отнеслась к этой ситуации в принципе спокойно хотя конечно я не сидела сложа руки за это время я сделала два сайта очень много информации получила в области инфобизнеса который меня сейчас очень интересует и вот вы видите эти фотографии они размещены на моем сайте который называется активное создание пассивного дохода если вы в яндексе просто нажмете это название на первой строчке и этот сайт и в контакте группа я это говорю не в порядке самой презентации поймите меня правильно я это говорю потому что мы пообщались с руководством и я своими ушами из уст Стива Реннера услышал очень важную для меня вещь то что сегодня компания предлагает она предлагает очень много разных возможностей разным людям она предлагает возможности тем кто рассматривает эту ситуацию только как скажем такой вот доход от компании в качестве консультанта это один вариант при этом Стив Реннер сказал совершенно ясно что это не просто сетевая компания я не назвала бы ее даже вот той классической сетевой компании я думаю что я имею право на такой взгляд потому что у меня есть 15 лет опыта в классической сетевой компании которая реально приносит мне сегодня пассивный доход как сказал Волода резидуальный доход это реальная ситуация но чем интересна компания access marketing она интересна именно тем что она перешла рамки классической сетевой компании по той простой причине что в отличие от многих сетевых компаний которые игнорируют сегодня возможности интернета она и берет на вооружение и в этом ее уникальность я собственно приехала в Киев именно для того чтобы лично убедиться в том о чем я сейчас вам говорю чтобы лично посмотреть в глаза нашим руководителям и понять для себя даже не столько понять иногда голова нас подводит почувствовать сердцем ощутить душой что это за люди можно ли на них рассчитывать есть ли потребность внутренне идти с ними по одному пути и вы знаете для меня эта поездка была открытием во всех отношениях потому что как правильно сказали ребята как правильно сказала Оля Кох фактически это было первое наше знакомство в реале и я вот как раз много думаю об этом все что сначала завязывается все контакты все идеи которые завязываются в пространстве они потом реализуются и то что произошло сейчас это как раз тот самый случай то есть мы живьем познакомились я просто я была глубоко тронута личностью Ольги Кох да она мне очень близка эта личность этот человек я была потрясена личностью Стива Реннера я была потрясена личностью Ани Джанк я была потрясена личностью Семена Розенберга мы нашли очень быстро общий язык огромное удовольствие находиться в его окружении потому что человек имеет колоссальный жизненный опыт юмор какой-то постоянный садор с ним с ним тепло находиться я совершенно очарована бобом пинцела правильно Ольга говорила вот то есть у меня очень много возникло ощущений и плюс к этим скажем так эмоциям и ощущениям я хочу напомнить вам слова Клавдии которая рассматривала свои впечатления с востребованным бизнесом действительно при всем при том что компания пережила что она преодолела что она сегодня предлагает она имеет самое главное она имеет подлинность в руководстве и как Оля правильно написала говоря о Стиве Реннере это чистое сердце светлые помыслы лично для меня это имеет на сегодняшний день главное значение не деньги не какие-то возможности безумные их в жизни много и все это в принципе многие из нас знают как порой выглядит но когда имеешь дело с подлинными людьми у которых чистое сердце и светлые помыслы то любая бизнес идея превращается еще и в миссию и вот поэтому я хочу сказать вам друзья мои что вот сейчас те у кого терпения хватило те у кого мудрости хватило понять что никто никому ничего не должен все мы анализируем ситуацию которая скажем так имеет место быть и мы смотрим готовы мы сами участвовать или не готовы и мы не можем отвечать за то что от нас не зависит но как правило Оля говорила ребята мы можем отвечать за то что от нас зависит и имеет смысл за это отвечать поэтому что я хочу вам сказать вот то время пока мы с вами многие из нас отсутствовали скажем в компании я думаю что у каждого есть какой-то уже накопленный опыт в чем-то в чем-то кто-то стал лучше разбираться для меня например компания это собственно говоря моя визитная карточка в мой пропуск в мир интернета потому что вот именно в 2011 году когда я начала интересоваться этой темой именно эта компания еще тогда нет глупа просто попалась мне в интернете а я очень внимательно отношусь к всему что приходит потому что все это не случайно вот поэтому дорогие друзья что еще для меня было важно если рассматривать с точки зрения бизнеса ситуацию я говорила о том что да можно отнестись к этой возможности просто как возможности консультанта это тоже замечательно может дать хорошие перспективы дохода кстати говоря что касается акционирования Ольга об этом подробно рассказывала я была совершенно приятно удивлена когда я сейчас зашла в свой аккаунт и увидела что тот самый баланс трастного аккаунта он уже сегодня есть и за 2012 год когда я вообще палец на палец не ударила я не работала практически я только просматривала сайты но самое интересное что не было ни одного дня когда бы мне не шли деньги то есть деньги шли каждый божий день вы представляете при том что три четверти команды у меня разбежало мои бриллианты так называемые даймонды они все разбежали вот и сейчас в общем-то у меня осталось не так много людей я совершенно спокойно к этому отношусь потому что для меня главное то что я своими глазами увидела и то что я своим сердцем прочувствовала все остальное сделано живное потому что главное чтобы был скелет а мясо нарастим перед нарастет мы его нарастим так вот баланс трастовый аккаунт это уже сегодня есть у вас в ваших аккаунтах то есть все то о чем шла речь это действительно так и для меня было важно это услышать из первых уст и второй момент о котором я все никак не договорю это еще возможность для бизнеса то есть на сегодняшний день я собираюсь использовать инструменты нашей компании просто для работы и в инфобизнесе которым я сейчас занимаюсь в продвижении сайтов в том чтобы каждый человек в команде мог иметь свои инструменты и правильными пользоваться и для этого я потратила в принципе вот этот год и много денег на всякие тренинги и изучение этой темы и сегодня в отличие от того времени когда я только пришла в компанию я реально могу быть полезной своим партнерам и так далее вот поэтому ничего не происходит просто так и ничто не бывает случайным и не буду вас что называется загрузить своими восторгами я просто еще раз хочу выразить огромную благодарность всем партнерам Ольге Кох я была чрезвычайно тронута тем отношением которые я увидела и почувствовала к себе при том что я понимаю вот фактически я не работала и пришли уже многие люди которые никогда не слышали презентации и не видели как мы работали в тот год 2011 когда мы жили действительно одной семьей и как Ольга правильно говорила мы справляли праздники через скайп это была совершенно потрясающая атмосфера и я эту атмосферу буду помнить всегда потому что именно она меня собственно и укрепила в интернете и то что сегодня наша компания как я пишу на своем сайте берет реванш я считаю что это совершенно закономерная ситуация и сейчас все зависит только от каждого из нас и дай бог всем удачи и очень было бы хорошо если бы мы действительно серьезно относились к этой возможности я для себя увидела огромную перспективу в этой теме и я хотела бы идти дальше по жизни с этими людьми спасибо вам большое за внимание я думаю что мы с вами еще раз получимся и всем желаю огромных успехов и еще раз благодарю всех руководителей компаний которые сегодня слышат эту запись и мое выступление спасибо большое спасибо 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 Наташа и слово сейчас предоставляется нашему партнеру Евгению Северенко Украина в бизнесе с 2010 года статус Blue Diamond достигнутый статус личный спонсор Сильвестер Цинбалов и верхний спонсор Ольга Вутинова Евгений пожалуйста нажимая кнопочку Start Broadcasting минуточку внимания сейчас загрузится программка и мы слушаем Евгения Евгения пожалуйста Добрый вечер партнеры поставьте плюсики пожалуйста как меня слышно спасибо большое поприсутствовал вам нужно понять какой размах наметила себе компания точнее руководство компании это первое второе очень поразило то что говорили Стив и его команда простые люди очень простые я обратил внимание на то когда что-то произошло со шнуром компьютера надо было его поменять и вот этот Стив рейнер стоит и сам его раскручивает а все просто сидят и ждут представляете у нас кто-либо из руководителей сам бы раскручивал шнур мультимиллионер просто это поразило с одной стороны потом мы общались и простота этого человека просто заворожила не поверить ему просто нельзя следующее мы обычно общаемся в интернет видим фотографии иногда делимся экраном друг с другом но живое общение никто не заменит так вот это живое общение я думаю что это многое стоит и те люди особенно я говорю о партнерах которые живут в Луковине не приехать особенно те которые в Киеве не приехать на эту встречу это я не знаю как себя потом нужно чувствовать в будущем в этой компании поверьте мне я еще раз повторюсь встреча со Стивом Рерман много чего стоит почему я сказал о том что мы общаемся в интернете и не всегда знаем всех людей так произошло о том что мой партнер в седьмой глубине который находится в седьмой глубине тоже был на этой встрече но к сожалению я об этом не знал мы с ним там не встретились и уже после приезда я начал искать человека от которого мне ну вот как-то так мимо раньше проходило от которого мне капают денежки капают и капают ну кто ж такой ну кто Толя написал она мне посоветовала что необходимо сделать ну во всяком случае нашел я этого человека живет он в Харькове приятный молодой человек ну к чему я это говорю а к тому что если есть между нашими партнерами в глубине неактивные люди ищите возможность найти первого ближайшего активного спонсора в вашей линии тогда будет намного легче работать а особенно когда мы все которые в Украине нам вообще просто работать будет общаясь намного ближе чем через экран монитора в компьютере в принципе очень сложно говорить когда перед тобой уже практически все сказали я хочу завершить пожеланием всем участникам сегодняшней встречи всем участникам ваших команд быть настойчиво быть успешным именно благодаря этому бизнесу можно достичь очень хороших высот точек успехов это мы прочувствовали и спасибо участникам организаторам такого мероприятия что и сам все время сказал что мы в Киеве еще приедем я думаю что следующая встреча для следующей встречи зал нужен будет намного больше чем этот который был спасибо большое спасибо евгений очень серьезный конечно вопрос когда у нас есть в структуре наши партнеры но по вине некоторых партнеров которые находятся между нами и партнерами эти партнеры не получают информацию да вот сегодня у меня тоже появились такие партнеры которые вышли из глубины у них потеряны верхние спонсоры поэтому я обращаюсь ко всем если вы работаете в компании XS Marketing пожалуйста самый простой способ позвоните в русскоязычную поддержку компании объясните ситуацию и попросите и вам дадут верхнего работающего спонсора для того чтобы ваш бизнес начал очень очень серьезно подниматься вверх более для этого все предпосылки есть и сейчас я представляю слово нашему презентеру которую вы слышите каждую неделю Василий Мауль Германия 2010 год начала бизнеса достигнутый статус Blue Diamond и личный спонсор Ольга Кух и Игорь Козлов пожалуйста встречаем Василия Добрый вечер уважаемые дамы и господа представлять меня не надо я начну сразу с того что многие конечно меня видели я практически никого не видел но когда я попал на эту конференцию то естественно естественно многие меня узнавали многие подходили знакомились но я впервые этих людей видел почему потому что я только фамилии видел а тут я уже видел воочию это очень было прекрасно потому что эта конференция позволила нам познакомиться с вами познакомиться со всеми участниками и что хотелось сказать что в бизнесе я уже давно уже долгие годы поэтому на такого уровня международных встречах я присутствовал не впервые и хочу сказать что эта встреча которая была у нас в Киеве которая проходила в Киеве она соответствует конференциям мирового уровня мирового уровня значит что хотелось сказать добавить еще к тем словам которые были уже сказаны предыдущими ораторами то что на этой конференции на этой конференции Стив нам позволил заглянуть в будущее эксис маркетинга вы слышали со слов Оли а мы слышали непосредственно в будущей конференции что Стив сказал что будет в будущем для всех это еще секрет тайна а мы уже знаем что нас ждет какие будут у нас новые возможности какие новые программы какие новые продукты будут и это очень важно знать как развивается компания что нас ждет в будущем почему потому что мы одна семья поэтому Стив поделился с нами еще хочу сказать что Стив это кладезь идеи как он сам сказал я много могу придумать но естественно что это нужно воплотить в жизнь это должно быть обработано и притворено в жизнь при помощи программного обеспечения и недаром на этой конференции присутствовал один из программистов русскоговорящих программистов Сергей я не помню его фамилия из Москвы который тоже сказал и самое главное что он сказал я теперь больше понимаю чего вы хотите что вам нужно это важно это важно для нас для тех людей которые в этом бизнесе которые этот бизнес продвигают и я хочу сказать что бизнес это на 100% легальный он имеет будущее и мы увидели те перспективы те наработки то что делается то что нет еще в других компаниях но Эксис уже разрабатывает уже продвигает и в скором времени после ноября это уже не за горами у нас осталось когда это будет официально объявлено и мы будем иметь эти продукты ну и естественно что имея такие продукты нам остается что нам остается только засучить рукава и начинать дальше плодотворно работать почему потому что все что в компании есть что нам нужно компания нам предлагает что еще поразило скажу так что как говорили древние все гениальное просто это относится конечно к Стиву Ромеру как все говорили да это простой человек который идет на контакт и к нему я подошел начал разговаривать с ним без переводчика сначала мы разговаривали чисто мимикой жестами но потом подсоединился к нам Ник и он перевел нам те наши эмоции те наши выражения которые мы сказали друг другу и что хотелось сказать что вот эта простота и возможность слышать и слушать своих партнеров своих членов семьи как Стив говорит вот это как раз вылилось в те тот промоушен который вы уже услышали который озвучил но что еще важно то что Стив слушает и воспринимает все через призму своей компании переваривает и потом уже так сказать в удобоваримом варианте выдает нам партнерам которые естественно благоприятно сказывается на нам он в некоторых моментах идет конечно в ущерб компании в некоторых моментах идет в ущерб себе но он прекрасно понимает это говорит о том что это человек большого ума он прекрасно понимает что это будущее компании будущее компании это мы партнеры естественно что он сказал на банкете он сказал я теперь понял надо чаще приезжать в Россию и я думаю что в перспективе он от своих слов не отскажется потому что планируется уже я знаю конференции которые будут проходить и в Улан ВД в Москве планируется и так далее и так далее то есть рынок и Россию Стив открыл для себя заново почему потому что раньше даже когда мы общались с ним по скайпу и на конференциях на презентациях то не понимали другого но теперь он гораздо глубже понял и наши чайни наши проблемы что нам необходимо естественно та команда которая была присутствовала с ним это и Боб Кинсела и Ани Джанг Ник и как я уже сказал программист который присутствовал это все говорит о том что это не отношение к этому рынку и отношение к бизнесу Стива очень серьезно конечно как уже сказал Владимир Болгарев что особенно обидно те которые жители Украины наши партнеры которые не приехали на эту конференцию они скажу так очень многое 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 потеряли почему потому что живое общение это никогда не заменит то общение которое мы имеем почему потому что даже возьмем тот же обед который мы пообедали на Крещатике да мы скажу так мы начали съедать пуд соли и я стопроцентно уверен что те люди которые присутствуют на этом обеде скромный обед да но это люди которые не покинут этот бизнес они будут в этом бизнесе потому что они увидели глаза загорелись и естественно вот эта атмосфера вот эта доброжелательность отношения между таким богатым человеком да и теми людьми которые присутствовали в зале простое свободное от чистого сердца и те же выступления допустим которые были даны нашим веткам руководители веток выступили да слова тоже лились от чистого сердца простые слова но они доходили до каждого участника доходили до того же Стилла Реннера и Боба Кенсала даже не понимая допустим наша русская речь но они видели выражение лиц видели как мы это все делали с каким чувством мы обращались и к Стиву и к нашим партнерам то есть это все говорит о том что чистая простая была встреча партнеров тех кто понимает друг друга и это конечно поможет многим из нас понять этот бизнес посмотреть на этот бизнес с другой стороны посмотреть на этот бизнес и принять решение застучить рукава и действовать ну время моего истекло я думаю что я много времени вас обнимаю поэтому я буду заканчивать и хочу сказать что вот такие конференции это очень очень важные за мою жизнь их было не одна но каждая скажу вам такая каждая конференция каждая такая встреча она откладывает неизгладимое впечатление в памяти в сердце и знакомство с партнерами с многих уголков нашей земли необъятной люди приехали и постричались мы увидим сперва это очень важно поэтому друзья следующая будет конференция я всех приглашаю принять участие почему потому что сами поймете как это важно и как это хорошо поэтому я на сегодня заканчиваю спасибо всем за внимание удачи как всегда с вами был я Василий Маур спасибо Василий спасибо огромное и пожалуйста сейчас я передаю слово Оле Кох которая начинала презентацию руководителя большой структуры человеку который привносит много в этот бизнес заботится о всех и о каждом в бизнесе с 2010 года Германия достигнутый статус Black Diamond и верхний спонсор Игорь Козлов Оля пожалуйста передаю тебе микрофон ну я уже не здороваюсь мы с вами уже здоровались я очень рада видеть что список у нас еще довольно таки большой я думаю ушли те люди которых уже очень поздно им нужно спать у многих уже утро иначе они бы досидели до конца вы слышали выступление многих партнеров которые были на конференции вы видели и чувствовали их волнение и я которая была там я тоже волнуюсь и сейчас я волнуюсь потому что я вспоминаю все что там происходило и это нельзя вспоминать без волнения без эмоций и когда Василий говорит я чувствую что его голос где-то дрогнет и я чувствую вот это его понимаете внутреннее состояние я просто чувствую и я думаю что мы все-таки смогли донести до вас до тех партнеров которым не посчастливилось быть на этой конференции наше состояние наш восторг наши эмоции наши чувства я хочу сказать знаете мы действительно находимся в нужном месте в нужное время так как наша компания не только надежная и перспективная но в нашей компании очень честные добропорядочные руководители в нашей компании есть возможности для заработка и остается только лишь приложить какое-то усилие взять какую-то ответственность на свои плечи и сделать это и у нас будет заработок который мы можем оставить нашим семьям нашим детям или нашим внукам и это самое замечательное что можно создать пассивный резидуальный доход в такой надежной перспективной компании как эксесс маркетинг и я конечно тоже понимаю что такие конференции нужны их нужно посещать поэтому по возможности приглашаю вас прилететь в Лас-Вегас посетить эту конференцию если это вам доступно и посещать другие конференции которые будут но самое главное что я поняла что мы работаем в интернете но у нас же есть возможность встречаться на месте по месту жительства в наших городах в наших странах мы можем поехать из города в город и нужно это делать нужно собираться маленькими коллективами большими коллективами знакомиться узнавать друг друга ближе и это будет другой результат и как доказательство этому это то что делает Эни Жанг она же ведь не только по интернету работает она летит в другие города в другие страны если прилетает в страну то проезжает ряд городов и делает то что нужно сделать нам и я считаю что каждый из нас который находится в этом зале в этой комнате он может это сделать у него есть для этого все абсолютно все знания сила энергия и единственное что нужно просто взять и начать делать потому что можно много говорить но пока ты не совершишь действие результата ты не получишь поэтому я говорю очень просто и коротко давайте пора уже настала надо начинать действовать я просто еще хочу вам большой передать привет от своего прямого спонсора Игоря Козлова которого сейчас нет еще с вами с нами и его не было на конференции в Киеве но я думаю что скоро мы все увидим его и он начнет снова с нами вместе работать и встречаться а сейчас я хотела бы передать слово нашему вышестоящему спонсору это Семену Розенберг который на протяжении всех этих лет всегда с нами каждое воскресенье мы слышим его голос каждое воскресенье мы слышим его позитивный голос его позитивное настроение много философских нужных мыслей и духовных мыслей поэтому я вот и передаю это слово Семену Розенбергу пожалуйста Семен вам слово ну а я всех благодарю за то что вы были здесь и не уходите после выступления Семена Розенберг дождитесь последнего слайда Добрый вечер всем я рад всех видеть очень рад вообще двойная радость сначала радостно было видеть всех на конференции теперь радостно видеть всех людей здесь и выступающих которые очень приятно выступали и спасибо за отзывы это подтверждает что мы всегда были на правильном пути сейчас просто легче время наступает когда-то было сложно сложно я хочу отметить людей которые на протяжении последних лет ведут активную работу которые верили всегда верили и которые верят в то дело которое мы делаем и я убежден что благодаря этим людям и другим конечно мы добьемся того чего мы хотели в первую очередь конечно хочу отметить Игоря Козлова несмотря на то что он сейчас не может по уважительной причине он не может сейчас присутствовать и выступать сегодня но я хочу отметить его как самоотверженного такого человека который разобрался с самого начала что это за компания и всегда всегда был с нами хочу отметить Ольгу Кох которая тоже вы видите вот на сегодняшней конференции особая благодарность за то что она сегодня организовала эту конференцию собрала всех людей и это особо приятно хочу отметить Елену Романову которая проявила тоже очень большую активность активность по организации конференции можно даже сказать она стала инициатором проведения конференции в Киеве и ей особая благодарность за то что действительно мы собрались в Киеве хочу отметить Ольгу Отинову Василия Мау Евгения Свинаренко Людмила Коломеец Ирину Батисич извиняюсь если я может где-то фамилии не так назову потому что первый раз читаю эти фамилии Наталью Громов особенно мы с ней лично познакомились очень приятная женщина и вы слышали как она сегодня выступала Александра Ильина хочу также отметить Геннадия Обухова который тоже с первых дней когда были проблемы в компании он верил в компанию продолжал работать и старался старался и достиг очень высоких результатов и группа которую он создал новая группа совершенно новая группа хочу отметить Валентину Скуридову Сабину Любов Седунову Ахмета Аллу Зилдину Леру Эмиля Бастиана Константина Рудова Татьяна Корбиченко Павла Алимова Игоря Казакова Нелли Мергазову Веру Репину и конечно многих многих других которые еще конечно у нас появятся я думаю что имена у нас сейчас начнется такое время когда имена будут идти к звездам много имен много звезд и я думаю что мы скоро услышим новых миллионеров новых миллионеров в нашей группе это эти люди я думаю что проявятся ближайшие полгода ближайшие полгода я думаю они высветятся ну и конечно самое главное что мы провели первую русскоязычную конференцию первая она всегда сложна всегда это все не ясно сегодня мы уже знаем да уже мы идем так сказать видим куда мы идем мы видим с кем мы идем мы уже видим и чувствуем людей и я думаю что это очень важно и я думаю что наши конференции будут будем стараться их проводить почаще да будем почаще проводить конференции и я надеюсь что на следующей конференции у нас должно быть минимум в пять раз больше да минимум в пять раз больше я надеюсь что будет гораздо больше чем в пять раз Но я думаю, что все приложат усилия, я в том числе, чтобы это все осуществилось. И я хочу всем пожелать, прежде всего, здоровья, чтобы мы имели здоровье, все это делать. И во вторую очередь, хочу пожелать каждому, чтобы каждый получил в компании Аксесс Маркетинг, то, что он сам для себя хочет. Что он сам для себя хочет. И я не буду вас задерживать. Всех вам благ, здоровья, процветания, любви, радости. Ну и, конечно, самое главное, счастья всем. Спасибо. Спасибо. До свидания. Итак, мы закончили сегодня нашу встречу. Встречу по обзору Киевской русскоязычной конференции. И действительно, вы, наверное, понимаете, что все вместе мы можем изменить мир. Свой мир, мир наших родных, близких и мир других людей. И вы сейчас видите нашу прощальную фотографию. Я сделала такую общую фотографию из множества лиц наших партнеров. Я сделала эти фотографии из тех фотографий, которые у меня были. Естественно, мне не получилось взять всех, все лица всех партнеров. Но частично это вот такая общая фотография, которая отражает нашу Киевскую конференцию. Можно вот ее сохранить на память. Сразу в одной фотографии много-много лиц, таких родных и знакомых. Потому что то, что эти лица мы видели и знали, это одно. А как мы их узнали, почувствовали теперь, это совсем другое. И я думаю, что в душе у каждого человека вот такое нежное чувство любви, доброты к каждому-каждому из тех, кто был на этой конференции. И естественно, эта любовь будет расти и расширяться, как маленький огонек свечи. Он начинает гореть, потом расширяется, разгорается, превращается в очень большое пламя. И я желаю вам всем-всем больших успехов. Желаю также здоровья, благополучия, изобилия. И чтобы у вас всегда все складывалось. Везде вы достигали своих целей, своих успехов. Всем всего самого доброго. До свидания. С вами были Ольга Кох и Владимир Болдырев.